Привет, друзья! Издавна у моряков была традиция носить золотую серьгу в левом ухе, но делать это мог далеко не каждый моряк. В южной части Южной Америки на острове Горн находится одноименный мыс Горн, которому моряки дали название «Пасть дьявола» или «Кладбище кораблей». Мыс Горн расположен в проливе Дрейка, разделяющем Южную Америку и Антарктиду. Это место считается одним из самых опасных мест на Земле, так как 300 дней в году здесь идут дожди и дует очень сильный порывистый ветер. Во времена парусного флота здесь тонуло каждое второе судно, пытавшееся пройти через пролив, и сегодня на глубине лежат тысячи кораблей. Поэтому это место и назвали «Пасть дьявола» или «Кладбище кораблей». Пролив назван в честь Фрэнсиса Дрейка, который открыл и прошел его на своем корабле «Золотая лань» в 1578 году. Он является самым широким именованным проливом на Земле. В самой узкой его части ширина составляет 820 километров, а глубина достигает 5 километров. Порывы ветра в 35 метров в секунду поднимают волны высотой более 15 метров, а мощное антарктическое океаническое течение делает проход через этот пролив очень опасным. Из-за перечисленных причин судоходство в этом проливе не сильно развито, и большинство судов используют Панамский канал. В 17 веке морякам, прошедшим пролив Дрейка, разрешалось носить золотую серьгу в левом ухе, а по приказу королевы Виктории, таким морякам также разрешалось бесплатно выпить чарку виски в тавернах английских портов за счет ее величества. Золотая серьга в этом случае становилась подтверждением этого права. Так как не у всех моряков была возможность купить золотую серьгу, матросы чаще всего заменяли ее серебряной или даже медной. Кроме пролива Дрейка, особо почетным считалось пересечь экватор в точке начала отчета широты и долготы, нулевом градусе. Эта точка у моряков называется центром земли или золотой точкой. В эпоху парусного флота моряки, пересекшие экватор в этом месте, также получали право носить золотую серьгу в левом ухе, и они могли сидеть в портовых кабаках, положив ногу на стол. Если же моряк в дополнении к этому неоднократно огибал мыс Горн, то совет старых морских волков награждал его дипломом и серьгой с изображением мыса Горн и созвездия Южного Креста. Такой моряк имел право красить ноготь мизинца левой руки, что вызывало зависть у моряков, не имевших таких привилегий. Работа моряков всегда была опасной для жизни. Во время шторма или судно могло пойти ко дну, или моряка могло выбросить за борт. Если тело моряка прибивало к берегу, то нашедший это тело хоронил его по-человечески и забирал себе золотую серьгу, как плату за похороны. У пиратов серьга в ухе означала захваченный корабль и служила своеобразным рангом. Если ты брал корабль на абордаж более 10 раз, то имел право носить серьгу среднего размера. Капитан при этом носил большую серьгу. Кроме моряков, серьги носили и казаки. Серьга в левом ухе у казака означало, что он один сын у матери. Серьга в правом, что он последний мужчина в роду. Если же серьги в обоих ушах, то это единственный ребенок у родителей. В походах и боях таких казаков по возможности берегли.